Ассоциации Северо-Запада России по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу. В ходе своей работы парламентарии рассмотрели изменения в действующее законодательство о налогах и сборах, а также введение моратория на проведение открытых функционов в электронной форме по продаже части квот водных биоресурсов. Подробнее в материале Александры Литковой. Участниками заседания постоянного комитета по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу стали парламентарии Нинецкого округа, Архангельской, Калининградской, Вологодской и Новгородской областей – города-субъекта Санкт-Петербурга. Открыл заседание спикер регионального парламента Александр Лутовинов, который поприветствовал всех участников комитета и отметил, что обсуждаемые вопросы чрезвычайно актуальны именно для жителей нашего региона и имеют практическое значение. По его словам, работа над совершенствованием действующего законодательства ведётся непрерывно, и регионы Северо-Запада активно участвуют в этом процессе. Мы считаем, что это важное, большое и серьёзное мероприятие. Мы стараемся формулировать те задачи, которые нам необходимо решать в ближайшее время. И я повторяю, венцом всей этой работы будет выход уже на правительственный уровень, для того, чтобы мы могли более эффективно решать задачи, которые мы выработаем здесь в рамках совместной повестки дня, и которые потом выйдут на президиум, на парламентскую конференцию. В ходе заседания парламентарии обсудили обращение к правительству страны по вопросу сохранения порядка закрепления долей квот всех видов биоресурсов. В обращении к премьер-министру России законодатели требуют возврата к историческому принципу, а также предлагают введение моратория на проведение открытых аукционов в электронной форме по продаже части квот. Как считают парламентарии, изменение устоявшегося принципа распределения квот приведёт к монополизации отрасли. Среди других рисков возможны рост безработицы в связи с неконкурентноспособностью небольших региональных компаний в изменившихся условиях и, как следствие, повышение социальной напряжённости. Все регионы рыбодобывающие против данной меры, поскольку это не позволит сохранить работу малых и средних предприятий, это не позволит сохранить жизнь в приморских деревнях, это нарушит базовый принцип работы по историческому принципу, поскольку предприятия вложили огромные средства для того, чтобы работать по этому принципу, и теперь будут происходить, по сути дела, переделы рынка. Парламентарии Северо-Запада категорически против этих мер. По итогам обсуждения, законодатели Северо-Запада единогласно поддержали обращение. Ещё одно изменение касается системы налогообложения. Речь идёт о введении с 1 января 2019 года новой системы налогообложения, связанной с уплатой налога на добавленную стоимость для юридических лиц, в том числе и для сельскохозяйственных товаропроизводителей. А это, согласно прогнозу, может привести к ухудшению финансового состояния данной категории налогоплательщиков. Проект обращения в этой связи в правительство России озвучил депутат Калининградской областной думы Павел Лоцман. В своём выступлении депутат остановился на проблемах звероводства, которое за последние 25 лет из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную. Вот это малое количество тех предприятий, которые сейчас испытывают большие убытки, и их необходимо поддержать, просто необходимо, и дать им возможность остаться на плаву. И всё-таки я думаю, что и мода, и цена на их изделия, она вернётся рано или поздно. Ну а конкуренты наши не спят. Да, и Китай сейчас лидирует в данной отрасли, да, и другие страны занимаются мерами поддержки и развитием этой отрасли. Если мы её упустим, то упустим окончательно. В обращении к правительству указано, что необходимо оказать содействие в решении вопроса о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах в части увеличения размера дохода звереводческих хозяйств до 800 миллионов рублей, при котором не уплачивается НДС. Участники заседания также поддержали данное предложение. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Да, поздно! Продолжение следует...